Активы акционерного общества «Разведка добыча казмуной газ» за первый квартал 2018 года сократились более чем на четверть, пишут аналитики Ассоциации финансистов Казахстана. Указанное уменьшение происходило на фоне использования финансовых активов компании для выкупа собственных акций. Чистая прибыль РД КМГ в первом квартале 2018 года составила 20,5 миллиардов тенге против 2,3 миллиарда за аналогичный период 2017. Увеличение чистой прибыли в основном обусловлено ростом выручки на фоне увеличения цен на нефть, а также меньшими убытками от курсовой разницы. Отметим, выручка за январь-март 2018 года увеличилась на 56 миллиардов 700 миллионов тенге, в то время как расходы выросли на 30 миллиардов 600 миллионов тенге. Цена на нефть марки «Брент» по состоянию на начало апреля составила 70 долларов 27 центов за баррель против 52 долларов 96 центов годом ранее. Казахстанцы все чаще голосуют деньгами за самолеты. Количество клиентов авиакомпании выросло на 22% за год, сообщает Финпром Кейзет. Для сравнения число пассажиров железной дороги увеличилось за аналогичный период лишь на 3%. За первый квартал 2017 года авиаперевозчики предоставили услуг на 63 миллиарда 400 миллионов тенге. Это на 21,2% больше, чем годом ранее. В целом, по итогам 2017 года совокупный доход авиакомпании от перевозки пассажиров, грузов и багажа составил 295 миллиардов 600 миллионов тенге против 232 миллиардов 400 миллионов тенге в 2016 году и 139 миллиардов 800 миллионов 5 лет назад. По итогам первых трех месяцев текущего года пассажироперевозки авиакомпании составили 1 миллион 700 тысяч человек, а перевозки грузов достигли 5240 тонн. Казахстанцы отправляют в Россию все большие средства. Объем переводов увеличился на 30%. В то же время из Российской Федерации в Республику Казахстан отправили на 11% меньше денег, чем годом ранее, посчитали аналитики Рэнкинг Кейзет. За январь-март 2018 года через систему денежных переводов за рубеж было отправлено 113 миллиардов 400 миллионов тенге, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем полученных из-за рубежа денег вырос лишь на 5,9% и составил 59 миллиардов 600 миллионов тенге. Среди стран, в которые были отправлены деньги, лидирует Россия почти 50 миллиардов тенге, что на 30,1% больше, чем за январь-март 2017 года. Следом идет Турция, куда объем переводов вырос почти в два раза, до почти 13 миллиардов тенге. За ней с небольшой разницей расположились Узбекистан, 12 миллиардов 400 миллионов тенге, и Кыргызстан, 12 миллиардов 300 миллионов. Тяжелое машиностроение в Казахстане. Динамично развивающаяся отрасль с начала 2000-х, потом в 2015-м резко ушла в пике, но постепенно восстанавливает позиции, снова стоит на пороге серьезного испытания. Вхождение Казахстана во всемирную торговую организацию. Для нас это определенные сигналы, для государственных органов, для квази-государственного сектора. Самое главное, приоритет, как я уже отметил, это защита нашего отечественного производителя, это с одной стороны, но и с другой стороны привлечение инвестиций. То есть, помимо сейчас, вот мы находимся в рыночной экономике, и все определяет рынок. Согласно законам рынка, если, допустим, вы не сможете произвести свою продукцию, но потом не сможете ее продать, никакого смысла нет. Безусловно, защита внутреннего рынка – очень мощный фактор в борьбе за потребителя, но практика показывает, что на данном этапе госорганы, ссылаясь на требования ВТО, сворачивают меры госпомощи. Хотя, если брать опыт развитых стран, то там очень щепетильно относятся к поддержке собственных производителей. Недавним показателем могут послужить действия президента США, который ввел заградительные пошлины для ряда стран на поставку алюминия и стали. И это далеко не единственный случай. Это очень важный вопрос, и нам не надо бояться того, что мы являемся членами ВТО. Высокоразвитые страны поддерживают, мы также должны поддерживать своих отечественных производителей. Наши программы развития, которые сейчас существуют, они вносят свой определенный вклад, но время на месте не стоит. То есть, допустим, я вам приведу конкретные примеры. В прошлом году Россия, Беларусь, Узбекистан приняли долгосрочные программы поддержки развития машиностроения. Россия приняла программу до 2030 года. Хотя Россия является членом ВТО. Но одной защитной политикой не обойтись. Необходимо в первую очередь конкурентоспособное производство. А для выпуска такой продукции отрасли требуют глубокой модернизации, на которую необходимы средства. И в этом плане на сегодняшний день есть определенные трудности. Банки второго уровня не спешат кредитовать из-за долгого срока окупаемости вложенных средств. А машиностроителям необходимы дешевые и длинные кредиты. Процентные ставки, они до сих пор еще на высоком уровне. К сожалению. Поэтому я считаю, что в данном отношении, если именно финансовый сектор повернется к лицу, к обрабатывающему сектору, именно к машиностроению, они получат эффект, обратный эффект. В течение 5-6 лет обязательно будет отдача, самоокупаемость. То есть это все окупится обязательно. На данный момент тяжелое машиностроение в классическом его понимании представлено 18 предприятиями, на которых трудятся около 10 тысяч человек. Все они представлены в трех направлениях – железнодорожное, горно-металлургическое и нефтегазовое машиностроение. По географии расположения производств в этих отраслях существует определенная градация. Предприятия железнодорожного машиностроения в основном дислоцированы в северных регионах. Это по локомотивам в городе Астана, по вагоностроению Павадарской, Североказахстанской области. Предприятия нефтегазового машиностроения – это город Алматы, Североказахстанская область и нефтегазодобывающие регионы страны. Предприятия ГМК дислоцированы в основном в Карагандинской области. И, как отмечают эксперты, данное географическое расположение предприятий «Тяжмаша» совсем не случайно. В целом, в данных отраслях, данная отрасль традиционно, она находится вблизи к потребителю. Так как, сами понимаете, отрасль, она сама за себя говорит, это тяжелые, крупногабаритные, которые занимают, в принципе, большую долю в транспортном плече, в расходах по транспортному плечу. Поэтому оно находится непосредственно в близости к потребителю. То есть, допустим, если это горно-металлургический комплекс, непосредственно на крупных объектах ГМК, если это нефтяные месторождения, непосредственно около нефтяных месторождений и так далее. Вклад в отрасли тяжелого машиностроения ВВП страны невелик, всего 0,2%. Однако эксперты уверены, что потенциал определенно есть, но он остается нереализован. На текущий момент практически вся производимая продукция покрывает потребности исключительно внутреннего рынка, который, собственно, невелик и ограничен 18 миллионами человек. На сегодня отечественными предприятиями производится различная продукция. Это локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, мобильные буровые установки, печи для подогрева нефти, промышленные емкости, насосы, штанги, различные части для оборудования нефтегазовой промышленности и ГМК. Если говорить об экспорте продукции, то в основном это продукции железнодорожного машиностроения, локомотивы, экспорт которых осуществляется в страны СНГ. Начиная с 2015 года было экспортировано 11 локомотивов в Азербайджане и Таджикистан. Эксперты сходятся во мнении, что отрасли необходимо становиться именно экспортно ориентированной. У нас есть выход на ЕАЭС, это потенциально рынок свыше 150 миллионов человек. Рядом находится Китай, который в последнее время переходит в стадию глобального импортера. То есть у нас в прошлом году, вы знаете, наверное, свои автомобили, мы партию уже экспортировали в Китай. Поэтому этот тренд, он будет продолжаться. В рамках республиканской карты индустриализации с 2015 года в основной капитал отрасли инвестировано порядка 65 миллиардов тенге. На сегодняшний день в стране реализуют 9 крупных проектов общей стоимостью приблизительно 135 миллиардов тенге. Из этой суммы больше трети предусмотрено на строительство комплекса по производству колес для железнодорожного назначения. Отметим, такое производство не имеет аналогов в Казахстане, а также в Центральной Азии. С учетом китайской инициативы «Шелковый путь» продукция, несомненно, будет экспортно ориентированной. И, что немаловажно, конкурентоспособной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова